Это не единственная такая игра, например, вот такую идею, но в чем здесь смысл? Некоторое четко указанное правило я до игры провожу в разметку. Кстати, не обязательно было делить доску так, как я разделил. Есть очень много. Что? Конечно, можно было бы горизонтально. Можно было бы некоторые по горизонтали, некоторые по вертикали. Это как раз не важно. Ладно, что я до начала игры как-то разбил доску на две ножки и после этого каждый раз из игры уходила ровно одна доля ножка. Мой противник сделал ход, так сказать, открыл, я уничтожаю. Он открыл, я уничтожаю. Он открыл, я уничтожаю. И в конце концов получится, что мы прошли по всей доске или не прошли по всей доске. Тоже варианты, как здесь. Да, я никогда не буду ходить по диагонали при этой стратегии. Что? Можно, но это уже неинтересно. После того, как вы узнали поигрышную стратегию. Ребята, здесь такая история. Когда компьютеры стали играть в шахматы лучше человека, очень многие люди потеряли к этому, что называется, профессиональный интерес. Потому что одно дело было тратить всю жизнь на шахматы, когда ты понимал, что ты лучше вообще всех, в том числе компьютеров, да и всех людей. А другое дело, называться лучшим шахматистом среди людей. Потому что компьютеры все равно сейчас уже играют лучше, чем люди. Здесь такая же ситуация. Вы более простая, чем шахматистом среди людей. Когда вы узнали какую-нибудь выигрышную стратегию, с одной стороны, это то, что вы хотели, вы узнали, как выигрывать. А с другой стороны, ровно в этот момент игра не достает быть интересной. Потому что все. Когда вы узнали выигрышную стратегию, вы на самом деле все об этой игре узнали. Да, что? Чтобы выиграть, надо ходить в вторую. Потому что второй заполняет девеношку, но еще одна количество. Нет, все-таки в нашей игре девеношку заполняет первую. Смотрите, у нас в некотором смысле ход второго был, это когда мы поставили изначально короля. То есть история какая? Сначала пустая доска. Потом второй игрок ставит короля. После этого начинается игра. Первый игрок делает первый ход. И он заполняет девеношку. Потом второй делает гутата, вскрывает девеношку. Первый заполняет и так далее. Я надеюсь, что все поняли.